добрый день уважаемые коллеги я представляю туристическую фирму мотор директором звери во первых хочу вас поздравить с наступающими праздниками пожелать вам здоровья чтобы быстрее все закончились все карантин приступаем презентации 2017 году хочу вам сейчас напомнить что после того как я произведу презентацию за чеки будет розыгрыш подарочного сертификата подарочный секретарь сертификат будет на два человека я вам задам вопрос если вы внимательно будете слушать мой доклад в любое время договоримся с вами вы приедете на обзорную экскурсию города ишкаралы и обзорные экскурсии нашей площадки интерактивной площадки им который находится 15 от города там мы вас угостим чаем с лесными нашими травами с марийскими ладостью и покажем какой-то как делать мастер-класс оберег оберег я тоже в конце вам покажу какие мы делаем обереги мы много делаем но один из них я вам обязательно покажу два с половиной года назад мы открыли новую площадку интерактивную это связано было с тем чтобы другие площадки находятся далеко от города 70 100 километров и мы захотели построить там дом у накуда дом для гостей это связано и интерактивная площадка национальном марийском стиле за полгода мы ее построили и 15 декабря 2017 года у нас был первый прием вот вы на сейчас на фотографии видите это наша команда это в основном артисты из театра которые представляют всю программу вот видите-ка это продолжению для того что значите на открытие вы были приглашены представители туристических фирм города и шкалы туроператоры по республике татарстан и чувашини значит специалистами туристической отрасли была представлена программа с фрагментами национальных праздников видите много народу здесь выступают артисты национальных костюмов которые мы приобрели ездили мы по районам и заказывали в ателье и покупали в том числе из инструменты марийские вот видите это на открытии на праздники люди веселятся пляшет внутри вот на самой серединке это наш домовенок он умеет вот это стол накрыть марийском стиле сами мы начали шили и занавески марийском с марийским орнаментом значит старт сами мы приготовляем начать и национальные блюда вот на доме у на куда происходит интерактивная программа с веселыми марийскими песнями танцами катание сборки это зимой шумовой оркестр национальные марийские игры забавы на улице дал пазар это базар лоптей лишь а петушиные бои и многие другие у нас во дворе находится на площадке колодец и там тоже из значит проходят игры национальном стиле когда подъезжает группа начать у ворот встречает хранитель домашнего очага это наш куда будешь и домовой он очень рад гостям потому что живет праздничном доме это у нас сиба прямо предел приглашенные люди артисты они нет высшее образование театральные и значит знает он этот наш домовенок дорогой все про марийские праздники он молод полон сил знает много игры забав загадок сказок и легенд марийского народа и готов поделиться этим с туристами он умеет танцевать и петь и готов научить всему этому и вас для желающих куда воду устроить фотосессию в национальных костюмах и звучит и научит говорить по-марийски еще много чего интересного и покажет как на качели канала низких качаться стрельба из лука шумовой оркестр и катание с город у нас есть несколько программ в самом начале у нас была только одна программа полная программа с мастером классом значит встречает гостей фольклорный коллектив с веселым хранителем дома куда водишь это домовым под песни под фольклор куда водишь проводят гостей на игровую площадку где он рассказывает про свой дом знакомит с народными марийскими играми на свежем воздухе команду разделяет на 2 на 2 части и кто победит тот первый заходит дом секретами домашнего юда познакомит а гости своими руками попробовать испечь в настоящие печи марийский блин марийские блины собственно говоря бывают они двухслойные трехслойные защиты когда у нас в группа находится они очень довольны тем что вкусно в доме тепло находится печка который тут же пекутся блины которые очень такие насыщенные и неповторимые как бы я сказала трехслойные блины они называются команду на а двухслойные блины вчера чарашан мил на вот видите эту комнату она оборудована собственно всеми марийскими нарядами и мужской наряд марийский и женский марийский наряд стоит скалка там и стены и ящики значит марийский которые давно-давно еще в старину делались костюмы висят и значит баннер с которым проходит фотосессия вот видите с правой стороны этот баннер находится он представляет как домовенка стоимость программы составляет от группы от 15 до 20 человек 1300 1100 рублей это группа свыше 21 человек от 30 и 850 рублей группа 31 40 но мы цена меняется мы смотрим когда приезжает группа когда большая группа это маленько мы уже находим ну оптимальные варианты и на этих ценных мы не останавливаемся выше мы не делаем делаем допустим группа представлять что нам мастер-класс не нужен или нам лучше еще добавьте и поэтому с ценами мы разбираемся в рабочем порядке в связи с тем что руководители которые значит приезжает к нам с группой они иной раз просят чтобы мы делали упрощенную программу упрощенной программой мастер-класс встречает гостей не домовенок афальтурный коллектив с веселым арийским персонажем под величайные песни он проводит гостей на игровую площадку где знакомит с народными марийскими играми на свежем воздухе под звуки гармошки научит знаменитую марийскому переплясу затем дом и за травяным чаем и сладостями сушками вареньем медом все это готовит хозяйка дома побед поведает как марийский народ отмечает свои праздники расскажет о правилах и порядку вклада марийской семьи секретом домашнего уюта познакомит с марийскими национальными инструментами а гости своими руками сделают прекрасный сувенир для достатка и благополучия свое дома на память с проведением времени на марийской земле я вот хочу вам показать один оберег который я принесла с собой он большой вот это делать собственными руками делать маленькие нитки все это мы закупаем сами и потом эти обереги мы дарим в подарок помимо того что еще пекутся блины зачем мастер-класс блинов показывает как нужно печь тоже заворачиваем с собой и они увозят домой чтобы дома показать какие марийские блины бывают трансфер не входит стоимость потому что значит приезжает у нас в этом году практически очень много было групп с нижнего новгорода было с екатеринбурга спинзы ночи с москвы с подмосковья с владимира ночью были иностранцы и были финны и японцы приезжали смотрели группы были большие и маленькие поэтому у нас своего транспорта нет транспорт заказывают но они приезжают из городов других они приезжают если кто приезжает значит на поезде то это сходит стоимость программу включается поэтому отдельно не берется вунокоды у гостей есть национальная возможность примерить национальные костюмы это очень интересно и красиво получается мужчина одевает женщина одевает они фотографируются и значите вот у нас кудесница которая печет блины она практически много мы искали но вот из кужинерского района который находится больше ста километров от города мы ее привозим и она печет блины таких блинов больше никого нет поэтому приготовление марийских блинов она рассказывает про блины какие они бывают и значит потом уже идет вот рядом сеть хозяйка дома а значит и садятся все за стол и изготовляет сувениры разные если день детская группа то детские сувениры они очень ребятишки довольны особенно у нас новый год проходит очень красиво марийский дед мороз значит снегурочка красочные такие родители еще дают подарки мы сами подарки еще делаем и родители и сувенир у нас там там бывает и мед и еще другие такие сувениры которые мы покупаем сувенирной лавке и и но расходят эта программа всем дарим но и другие другой раз они покупают сами вот вы видите на картинке у нас через год мы построили качели очень красивые качели там вот за качели видно значит колодец есть коромысла значит вот как раз в игры входит что когда команда делится то свободу не расплескать носят воду ну еще хочу сказать что он окуда ты не только дом это пространство добра и гостеприимства для наших гостей есть забавы вокруг дома большая мощная площадка для танцев и игр традиционные морейские качели горка для зимних гостей настоящий колодец сектор стрельбы из лука беседка для для проведения мастер-класса и значит гончарный круг мы приобрели показы мастер-класс по гончарному кругу если кто садится делает значит курушку допустим глиняную тоже идет подарок детские праздники детские праздники и проводятся и новогодние у нас елочка это натуральная стоит неестественное новый год значит заявок очень много бывает он видите там дед мороз красавица там снегурочка стоит и и летом тоже значит отдых у них нормальный стрельбы они стреляют там из лука и я уже повторюсь что и гончарный круг и видите что здесь вокруг елки дети стоят и фотографируются так ну вот видите ребятишки маленькие стоят вас слева а им круглый год ребята имеет возможность познакомиться с истории культуры родного края с национальными героями и ремеслами народа марии они вот значит и прыгает и скачет как раз гончарный круг вот такая краска вот это значит картинка фотография когда мы открылись и делали благотворительные группу бедных детей ребятишек малосемейные таких многодетных и малоимущих семей это было 23 декабря семнадцатого года и значит наши турфирмы в этом году будет уже 29 лет как мы и существуем и вот дети фотографировались и потом многие даже не хотели уходить домой он не простой дедушка он в гости к ребятам а тот марийский дед мороз и уж так кукза и снегурочка ему посадить лумудур лумудыр в начале значите года походит 40 ел святки вот на доме у на коде широк ел это один из самых известных марийских обрядовых праздников следующий за новогодним праздником пятницы считал сначала марийских святок и вот праздник имеет несколько названий у большей части марийского населения закрепилась название широк ел овечья нога и вот видите картинка фотография внизу мы изготовили овечек и их много такой загончик сделали и каждый турист подходит и берет его берет и она расстегивается и там пожелания пожелания как бы нового года и значит вот овечья нога как от совершаемых праздничные дни это маги магическое действие дергание овец за ноги с целью вызывания в новом году большого приплода овец настоящее время многие элементы праздничной обрядности тратили свои традиционные черты а ряженые и гадание превратились веселое развлечение мы эти маски медведя собаки овечки козла значит делали за гусами и вот костюмы такие очень нарядные и туристы которые приезжают и попадают в этот праздник они тоже одеваются и тоже фотографируется вот видите как раз проходит мастер-класс а значит длина традиционная считалось горка верня бара который готовилась мужчинами с самого утра с нее скатывались под двое парень с девушкой стоит держать за руки это на улице да там у нас есть горка и значит тоже на приз скатывается и девушки там вдвоем и мужья там женами ребятишки тоже и значит это как раз об обряд прощание сверня собирает разный клам разводит костер и наряженное чучело как раз она у нас за воротами там у нас лес находится мы практически находимся в лесу это 15 километров от города и наряженное чучело провожаем 6 и в конце деревни сжигают на праздник готовится много масляной еды блины колобочки у яча из овсяного теста сдобренное сливочным маслом блюдо из молочных продуктов и на этот праздник непременно устраивает катание с горы у ирня куры причем старались прокатиться как можно дальше чтобы вырос длиннее лен у нас в этом году было две горки одна деревянная покрыта льдом а другая ледяная зигзагами очень красиво и очень и детям и взрослым это нравится я бы хоть вот значит видите тут туристы фотографируются как раз идет перед тем как жечь чучело в этом доме вот ждет интерактивная программа с веселыми марийскими песнями и танцами у ирня так мак влаг это масленичные частушки парное катание с масленичной горы у ирня вора на жердях ел бара это соревнования шук ел на лыжах национальные марийские игры и забав на улице праздник завершится сожиганием ритуальных куклы у ирня кува это вот нас главный гармонист он работает это музыкант профессионал этот праздник с вовлечением туристов с песнями и плясками отрядженные это продолжение и гадания гости узнают кто такие святочные медведи чем занимались веселые марийцы на святках чем угощали ряженых какие и весла были в старые времена и когда дали девушки теплую домашнюю вот эту атмосферу дополняет марийские блины на настоящей печке блины вот видите они готовятся не просто заранее а когда заходит группа непосредственно в дом после игр игры где-то занимает около часа ну час 10 час 15 или час зависимости от погоды и потом они заходят тепло и смотрят так уже блины допекаются огонь видите какой красивый печка тоже очень хорошая ну верня это крупнейший древнейший праздник марийцев он соответствует русской масленице это праздник продав зимы и встречи весны урня прошлом было связано с зимними солнцеворотом но обряды по смыслу относились к весенним сочетание элементов весенне и зимней обрядности является особенности праздника обряды были направлены на пробуждение природы и возрождение плодородных сил земли достижение хозяйственного благосостояния семейного благополучия я еще хотела бы скрипты как вот этот дом наш у накуда ждет гостей и в настоящее время команда туроператором а тур разрабатываем мы новые программы и я бы хотел сейчас остановиться на музыкальных инструментов которые имеются марийском крае марийская значит волынка шубыр это значит одним из уникальных это инструментов который делается из пузырей ну из пузырей значит делает с лошадиного пузыря или из бычьего пузыря где-то 600 900 миллиметров которые вставлены трубки она одна из них нагнетает воздух а две другие они значит мелодичные и делаются не из птичьих костей или из меди или из золова одинаковой длины звук резкий мелодичный красивый значит у нас она имеется и когда турист им слышу слушает этот инструмент они хотят тоже по значит поиграть потому что это очень красивым марийские гости тоже хранить или родного языка очень легкий корпус изготовляется из тоненькие березовых и кленовых дощечек ну я вам говорила что значит мы хотим мы хотим разыграть подарочный сертификат на туристическую значит путевочку такое на приезжаете группы ли отдельно на два человека вы значит мы значит сделаем обзорку по ишкарале обзор купаешь короле сделаем и пауна куда и там с мастером классом и хочу вам задать вопрос как по-марийски будет волынка напишите пожалуйста здесь кто первый ответит тот получит подарочный сертификат да от 1 ответила галина лакомые вы можете нам позвонить по контактному телефону который здесь находится вот мы вам сейчас выставили или я вам могу дать свой сотовый телефон не дозвонить поэтому 8 937 935 49 13 у нас в этом году было очень много туристов из тех городов начиная с с урала подмосковья москва питер нижний новгород владимир в общем приезжайте вас ждем с радостью встретим вы будете довольны спасибо добрый день уважаемые коллеги я очень рада приветствовать вас на данной выставке пожалуйста все слышно хорошо меня спасибо большое я у меня зовут даниилова марина я директор туристической компании нельсон работает наша компания на туристическом рынке 2007 года мы туроператор по внутреннему международному въездному туризму занимаемся мы организация различных туров а таких как индивидуальные и туры с различными группами работаем взрослыми корпоративными детскими группами а ну так исторически сложилось что мы больше специализируемся на детском туризме а мы сегодня выступаю я не первые нашей республики рассказываю и возможно где-то я повторюсь но постараюсь погрузить вас в мир детского путешествия в нашему республику в наше современное время конечно очень трудно убедить наших маленьких путешественников удивить от наших маленьких путешественников и поэтому все наши маршруты и объекты показа сопровождаются различными мастер-классами квестами и интерактивами каждый тур мы выверяем по часам чтобы дети все время были заняты и поэтому детские туры всегда динамичны при этом одна активность меняет другую и начну я наш рассказ с нашего регионального детского маршрута название его по голы у жена что в переводе с марийского означает добро пожаловать продолжительность этого тура три дня две ночи во время этого трехдневного путешествия предлагается трехразовое питание детей и проживают а дети у нас либо в пост или либо в гостинице различного класса в зависимости от бюджета которые мы можем предложить и приглашаем мы школьников для знакомства с историей культуры марийского края его самобытностью методом полного погружения в данную культуру и особенно ярко здесь у нас чувствуется на нашей земле сочетание старины и современности деревни и города природной стихии и производственных инноваций начинается знакомство наших путешественников с марийским краем столицы нашей республики городе ешкоролев с посещение национального музея республики марил имени евсеева экскурсия проходит в зале этнографической экспозиции обряд жизненного цикла традиционной культуры народа марий 19 20 веков данная экскурсия проводится централизованной форме с включением интерактивных элементов игр и загадок финногорских народов в музее школьники смогут сами собрать макет марийского дома струба примере традиционные костюмы марийского народа и других финно-угорских народов группу которых входит марийский народ это удмуртов финнов эстонцев на экскурсии ребята узнают много различных традиционных праздников одним из которых является праздник связанный с уборки урожая и хлебом конечно попробуют очень вкусный подобный хлеб выпекаемый по традиционным старинным старинным рецептом в музее ребята в деталях рассмотрит уникальные образцы самобытной марийской культуры из национального музея в музее истории города ешкоролы а группа у нас добирается пешком сопровождение гида который проводит по пути следования обзорную экскурсию уездный город н во время этой экскурсии дети знакомятся достопримечательностями нашего города которые им будут попадаться во время передвижения и одна из которых музей сказки под открытым небом его создатели обычный житель нашего города летчик сергей слесарев который захотел внести в обыденную жизнь нашего города немного чудо и сказки здесь нас встречает богатырь марийская девушка в национальном костюме пограничный столб который указывает сколько километров до каждой границы нашей необъятной родины здесь сюжеты и из пушкинских сказок народные марийские герои герои сказок разных народов дети очень любят это место они с удовольствием обгадывают тех героев из различных сказок которые здесь представлены и с удовольствием фотографируются на этом месте далее наша группа перемещается переходит в музей истории города и шкаралы где школьники знакомятся с историей возникновения и становления нашего города они открывают для себя новые грани народной культуры участвовали в активной программе народная игротерапия у детей появляется возможность поиграть старинные народные игры и забавы русских деревень республики мариел вот такой насыщенный первый день у детей заканчивается заканчивается таким путешествием таким посещением музея во второй день начала второго дня у нас ждет посещение музея марийской сказки сереброзубые помпалчи это очень уникальный объект в котором представлен марийский национальный фольклор и особенно устное народное творчество сказки здесь можно проникнуться духом народных сказок и легенд и как будто пережить часть истории вместе с героями заглянуть в священную рощу узнать от чего же наши дороги реки не из городе и селения кривые они прямые увидеть очень много старинных инструментов предметов быта познакомиться с марийскими национальными богатырями и вместе с ними сражаться с трехглавым драконом сам музей пропитан народными традициями колорита игры народов мари зародились в далеком прошлом нет метрах народного быта и состязания в силе ловкости быстроте и меткости издавна распространены у малых народов народные подвижные игры являются неотъемлемой частью национальной культуры и участвую в них дети знакомятся с обычаями своеобразием быта языка людей коренных национальностей и завершается путешествие в сказку детей мастер-классом по созданию браслетов из кожи то есть каждый ребенок из этого музея выносит свой собственный такой скажем собственными изготовлением оберег после вкусного обеда школьников ожидает познавательной пешеходной экскурсии для детей прогулки с ёшкиным котом данной экскурсии в 2015 году вошла в двадцатку необычных маршрутов регионов россии маршрут очень необычный проходит в необычной форме сопровождает его кукла ёшкин кот и маршрут данной экскурсии проходит по центральной части города по набережной реки малый катшага главному украшению юж королы которая поражает своим необычным архитектурным решением сплетение стилей форм красок создает особое сказочное настроение которое передается детям в основы прогулки положен выдуманный сказочный сюжет и по ходу движения группа заходят городские здания учреждений культуры образования где их ждут волшебные персонажи это ёшкин кот добрый король кукольного замка главный воевода города и другие на каждом этапе дети выполняют игровые задания чем помогают вернуть городу прежние яркие краски в нашем городе невероятно популярен ёшкин кот и побывав в гостях у нашего музейного ёшкина кота дети узнают о его жизни в купеческом доме поиграет в котовские игры и обязательно получат памятный сувенир это тоже пешеходная экскурсия то есть полностью пешком дети проходят весь маршрут а в третий день наши туристы маленькие переезжают уже из города и шкаралы в город космодемьянс где им предлагается программа тура по городу две культуры один город начинается знакомство с этим старинным городом на волге из централизованной программы чайной на успенской во время которой дети посетят уютные кафе оформлены в купеческом стиле где их угостят ароматом травяным чаем сушками и карамелью здесь они узнают о традициях русского чаепития и примут участие в чайной церемонии после этого предлагается экскурсия по художественно-историческому музею которая посвящена природе родного края и истории города космодемьянска а на втором этаже музея располагается картина галереи с подлинными произведениями далее дети у нас выходит из музея и у них будет обзор на экскурсии по исторической части города космодемьянск во время которой экскурсово знакомит учащихся с историей купечества 19 20 веков на основании мифов и легенд а также реальных событий и исторических фактов хочется отметить что марийский народ делится на две основные народности луговые и горные море и попадая в этнографический музей под открытым небом а школьники познакомятся с представителями народности горные море на марийском подворье где гостей встречают сотрудники в национальных одеждах для школьников разработаны централизованные экскурсии во время которой в игровой форме дети знакомятся с историей бытом национальной культурой горных морей партилизация и оживление объектов музея позволяет воссоздать картину естественной жизни традиционного народного творчества и быта где им рассказывают о хозяйственных постройках обычаях связанных с ними детям предлагается поиграть марийские национальные игры побывать настоящий марийской деревне посмотреть что такое настоящее баня по черному и для наших современных детей это настолько интересно и необычно что они практически с большим трудом уходят с этих мест которые им очень понравились а вот на данном данным музеем заканчивается наше путешествие данным региональному маршруту наших юных путешественников вот у вас вопрос тут на какой возраст рассчитан тур тур рассчитан практически на детей с первого класса до 11 класс этот маршрут интересен и взрослым конечно но больше он для детей рассчитан на данном этапе я вам рассказала именно только по одному маршруту но мы предлагаем очень много маршрутов сейчас я просто хочу рассказать об отдельных объектах которые будут очень интересны нашим маленьким гостям и одним из таких объектов является национальной художественной галереи в городе ишкарале где представлены экспозиции лучших произведений изобразительного искусства республики мариел на выставке представлены вышивка украшение и живопись на экскурсии наши гости окунуться в загадочный мир марийской мифологии узнают о трансформации мифологических образов традиционных обрядов народа марии в творчестве марийских художников в данную программу входит еще мастер-класс по изготовлению памятных сувениров своими руками во время которых можно изготовить солярный знак картину из цветного песка роспись расписать гипсовую или керамическую игрушку то есть дети после этого посещения также выносят какой-то сувенир на память о нашем городе также в еж короле для маленьких путешественников очень интересны такие объекты как кукольный театр во время экскурсии путешественники увидят уникальную коллекцию кукол из разных спектаклей попробует ими управлять познакомиться с историей создания и деятельности театра побывают за кулись и театра что не каждый раз можно себе это позволить следующие музеи которые я хотела бы отметить для посещения нашей нашим детям детям это экскурсии музей ешкина кота это гастрон комический музей в котором вам не только расскажут о вкусных брендах мария но и угостят знаменитым марийским сыром из разных районов республики мясными и колбасными изделиями конфетами шоколадом мармеладом знаменитым нашим марийским медом в экскурсию также включены дегустации мастер-классы квесты хочу рассказать еще в одном музее сладкий музей это музей шоколада мы приглашаем погрузиться в историю создания ремесленного шоколада своими глазами увидеть как из какого бобов шоколад превращается в настоящую плитку здесь можно не только попробовать разные сорта шоколада но и принять участие в процессе его изготовления работники музея познакомить посетителей с технологии приготовления шоколада еще один музей и очень интересен очень скажем необычен это музей очков это один из немногих музеев в мире вообще музей очков насчитывается в мире всего пять один из которых находится лишь короле там поверьте на слово есть на что посмотреть среди экспонатов есть даже очки 13 века или одни из очков антона палыча чехова музей можно найти очки как кустарного производства так и профессионального изготовлены ведущим производителями как отечественными и зарубежными только здесь человек сможет увидеть уникальные очки изготовлены из костей мамонта китового уса панцире черепахи помимо солнцезащитных очков здесь также представлены 1 пенсне которые были чрезвычайно популярны во второй половине 19 века помимо музея здесь также находится салон оптики и непосредственно мастерская куда с экскурсии приходят школьники имея возможность познакомиться с профессией которая здесь представлена здесь ребятам покажет полный цикл производства очков это далеко не полный список музеев города ишкар-аллы но мы временем очень ограничены поэтому далее мы поедем по республике да вот вопрос тут здесь не передали есть маршруты для подростков да конечно все маршруты у нас адаптируется к разному возрасту то есть вы нам даете заявочку какую вам какой вас возраст интересует мы вам подбираем предложение вы уже сами по нашему предложению выбираете что вам интереснее для ваших маленьких путешественников следующий объект находится в 33 километрах от города ишкар-аллы это поселок оршанка здесь располагается замечательный музей крестьянского труда и быта основной фонд музея составляет 1850 предметов и 469 предметов научно вспомогательного фонда музей собраны уникальной коллекции предметов жизни труда и быта местного населения в период конца 19 начала 20 веков и особая гордость музея это собрание колоколов и колокольчиков которые насчитывает 113 единиц отлитых на дореволюционных заводах по волжным благодаря этой уникальной коллекции музей известен как музей колоколов большую ценность представляет коллекции предметов этнографии декоративно прикладного искусства археологии нумизматики и также фото документы здесь также есть павильон где представлен бытовой сельскохозяйственный инвентарь в этом же поселке находится замечательный музей воинской славы есть несколько экспозиций посвященных великой отечественной войне такие экспозиции как уходил учитель на войну защитники родины наши земляки у войны не женское лицо фотографии победы оружие победы и так далее музей представлены экспонаты времен великой отечественной войны знаки воинских воинской доблести одежда документы фотографии коллекции демилитаризованного холодного оружия далее путешествие по нашей республике мы попадаем вместо впадения реки ветвуга в реку волгу на границу нижегородской области республики мариал здесь находится поселок юрина здесь в поселке расположен уникальнейший замок который с давних времен именует жемчужиной положения замок похож на средневековые с дубчатыми башнями цветными витражами куполом зимнего сада овеянные легендами он манит неведомой таинственностью и своеобразной красотой мы представляем вашего внимания экскурсию по замку с посещением подвалов и окрестностей по заповедной дворянской усадьбы созданы графами шереметьевыми на рубеже 19 20 веков многочисленные залы и комнаты переходы и балконы завораживают таинственностью поражают искусностью выполнения замки почти 100 комнат среди которых картинная галерея восточный кабинет дубовая комната скобелевский зал и другие кроме дворца сохранились каменные ограды и служебные корпуса партерные и пейзажные по парке с прудами общей площадь усадьбы с парком более 45 гектаров величественный фасад выходящий на волгу украшен черным туфом привезенным шереметьевым из италии по и мимо самого замка стоит полюбоваться и величественными башнями ворот крепостной стены окружавший когда-то всю усадьбу но на сегодняшний день сохранилась только небольшая часть этих ворот и часть крепостной стены недалеко от замка возносится ввысь одной из самых великолепных православных сооружений на земле марил это храм ангела михаила который построен 1889 году у нас очень экологически чистая природа нашем регионе что позволяет предложить нашим путешественникам и экологические маршруты например в туристическом комплексе раздолье можно пройти этно квест по следам древней легенды дети проходят тематические этапы где играют и танцуют поют катаются на лодке разжигают костер варят древний напиток силы катаются на лошади в телеге участвует мастер-классе ищут ключики загадкам и тайным каждого этапа собирают пазл разгадку и находят клад или здесь же в раздолье можно провести эту игру легенды о трех тотемах игра проводится этногруппой на основе легенд этих мест школьники стреляют из деревянных луков распутывают паутину кидают аркан разгадывают берестяные грамоты и так далее допивая с поставленной цели отдельно мне очень хотелось бы отметить что на территории республики нашей республики находится заповедник большая как шага и национальный парк марии чадра это уникальнейшие экологически чистые места для наших путешественников здесь организуются экологические тропы походы различные познавательные маршруты с полным погружением в первозданную природу также на территории национального парка мария чудра организовывается лагерь для наших костей единственное что свете сегодняшних событий конечно это проблематичнее и но мы не теряем надежду мы в любом случае на оптимизме и думаем что наши маленькие путешественники в любом случае рано или поздно появится у нас здесь всех мы приглашаем к нам гости все объекты которые о которых я рассказала вам это далеко не полный список которую тех мест которые можно мы предложить вашему младшему поколением и вашим путешественникам очень хотелось бы еще отметить что географическое расположение нашей республики очень удобно и у нас по соседству республика тувашия республика только татарстан нижегородская область и такая близость наших соседей нам позволяет организовывать межрегиональные маршруты вот на данном слайде я вам представила наши координаты обращайтесь телефоны всегда круглосуточно на связи здесь наша электронная почта и наш сайт единственное что отмечу что сайт сейчас в реорганизации и не все предложения у нас на ней на нем выставлены но ближайшее время мы все это выставим на сайте и в любом случае по связи электронной почты мы вам все маршруты может выслать можем все наши предложения вам отправить ну и я считаю что наши дети это наше будущее и какими они придут в это будущее зависит от нас а с вами была я данилова марина я очень благодарна вам за внимание которую вы оказали мне участвую в данной выставке так сейчас я вопросы у меня есть вопросы стоимость трехдневки трехдневка стоит от шести с половиной тысяч до 7900 это зависит от нескольких нюансов то есть это размещение то есть либо пост или либо в гостинице и второй пункт это количество группы сами знаете что от количества группы транспортная стоимость очень сильно зависит второй вопрос на немецком языке да у нас есть экскурсовод который проводит на немецком языке экскурсии мы принимаем иностранных туристов иностранные туристы у нас были из америки из англии из германии с австрии поэтому на немецком языке у нас достаточно много интересных предложений музей до музей очков это очень маленькая площадь мы решаем проблему таким образом с большими группами музей очков и поляна сказок это одно и то же место мы обычно делим пополам нашу группу то есть часть группы идет музей очков часть остается здесь около на поляне сказок а потом они меняются местами и все проходит очень динамично дети очень организованные по времени хватает и музей и группе и на поляне сказок спасибо огромное жду ваших еще вопросов звоните пишите будем рады вас видеть на нашей марийской вилле нет вместе семейными детьми со взрослыми любые группы пожалуйста мы принимаем спасибо за внимание и